Сегодня в Малом Зале администрации города собрались абаканцы, которые по праву считаются золотым поколением. Что не имя, то легенда Абакана, а вместе они Совет ветеранов столицы Хакасии. Вернее, его небольшая часть, ведь Совет на сегодняшний день объединяет более полутора тысяч горожан. Это ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители органов правопорядка и вооруженных сил страны. Люди, которые строили Россию и защищали ее. Совет ветеранов у нас организация авторитетная, ведь вы объединяете тех людей, чей трудовой путь, жизненный путь является примером для подражания для целых поколений. Время летит очень быстро и многих из тех, кто стоял у истоков создания Совета ветеранов, сейчас с нами нет. Но всегда они останутся с нами, как пример любви к нашей Родине, любви к нашему городу. Вы уникальные, прекрасные люди, и мы вас очень-очень сильно любим. Я желаю вам всем, в первую очередь, конечно же, это здоровье и жизненных сил. И, пожалуйста, берите себя. Вы нам так сильно нужны. С праздником! С юбилеем организации! У нас и для вас очень важно, чтобы эта молодежь всегда знала то, что уже пережили вы, чтобы они сопереживали и, конечно, никогда не повторяли тех ошибок, которые допустили уже наши. А вообще мы вам очень благодарны. Ваш вклад в развитие Абакана, в строительство, в учебу, в охрану порядка – это дорогого стоит. Мы всегда вам за это крайне признательны. Дай вам Бог здоровья и еще раз активного долголетия в вашем серебряном и золотом возрасте. Совет депутатов немножко приготовил вам вот такой вот поздравительный адрес. Я под ваши аплодисменты, Ольга Ивановна, поздравляю! Получают сегодня ветераны и индивидуальные награды. Каждый из тех, кто пришел на праздник, руководит тем или иным направлением работы совета. А их ой как много – это и коммуналка, и конкурсная деятельность, и многое другое. И вообще сложно найти более активных горожан, чем наши ветераны. Спасибо вам, Алексей Викторович, за все. Не только за сегодняшний день, а за все, что он у меня делал. Спасибо. Я скажу, дай Бог всем, кто здесь в нами есть. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Это и вам. Конечно. Вот эти два пандемийных года немножко снизили нашу активность, поскольку мы все чуть-чуть за плюс. Поэтому сейчас мы включаем, научились жить в этой ситуации и вновь активизируем свою деятельность. И все эти встречи и мероприятия для того, чтобы сохранить истинную значимость Великой Победы. Потому как по истечении времени кто-то пытается это дело переписать. Но наша задача – сохранить то, как оно было на самом деле. В связи эпох сохранения истории сегодня, в наше непростое время, действительно важнейшая миссия Совета ветеранов. Они регулярно встречаются с молодежью, детьми, проводят различные акции. К примеру, Павел Федорович Алексеенко более 50 лет занимается патриотической работой со студентами. В нашем учебном заведении, в ветеранской организации, этому деляет очень большое влияние. Значит, по каждому мероприятию, которое проводится у нас и в колледже, и Советам ветеранов, я составляю еще и альбомы. Этих альбомов у меня 120 штук альбомов разных величинных. Проводили уроки мужества, когда сами проводили, экскурсии даже проводили. Свою работу Павел Федорович намерен продолжать, как и другие представители Совета ветеранов. Они по-прежнему полны сил и опыта, которым всегда готовы поделиться с горожанами. Анзор Сабанов, Василий Конзычаков, Новости.